Здравствуйте, меня зовут Терра Ливанчук и я живу в деревне. Дела продвигаются по моей землянике садовой крупноплодной. Потом экскурсию приведу, когда почищу до конца. Но мне еще чистить пару дней. Я чищу долго, потому что сначала надо пролить. Вот это солнечная полянка. Немножко оставляю усиков. Мало ли кто попросит. Себе вот, допустим, вот я раз, составлю два, вот там три, ну вот так. А это все, конечно, усики, все эти пойдут на продажу. Потому что потихоньку спрашивать, потихоньку я продаю. Ну, конечно, приходят домой ко мне. И так, мне осталось вот две грядки. Вот эта солнечная полянка до конца. Вот она, Витяка, страшная. Вот, Витя, какая страшная. К сожалению, я не обрабатывала в этом году. Это плохо, надо было обработать. Но я каким-нибудь фитоспорином, фитовермом обработаю. Я хотела медным купоросом, но, наверное... Хотя, можно, наверное, медным купоросом. Потому что цветоносов даже еще нет. Видите, ничего еще пока нету. Только так, это листики. Так что медным купоросом можно, просто они будут некрасивые стоять. И медным купоросом я обычно вот до обработки обрабатываю. Потом они немножко выдвигаются, листики. Потом я убираю всю эту гадость. И, в общем-то, так оставляю. Но посмотрим, что дальше. Не обработала. И зря. Это плохо. Это зря. Болезни копятся, надо обрабатывать. Раньше не обрабатывала вообще. Все было хорошо. Сейчас обрабатываю. И то спасаешься, не знаешь как. Ну, ладно. И вот у меня еще очень некрасивая альба. Все остальное более-менее там сделано. Но я еще говорю, все равно мне еще надо пару дней. И тогда я вам все покажу. Я вам все покажу, что у меня приятно работать. Я скажу, что приятно. Когда польешь, хорошо все прольешь. Вот это вот... Эх, видите, не вытянулось. Но иногда вытягивается, иногда отрывается. Отрывается, конечно, это плохо вырастить снова. Но хотя бы вот эти вот травки всем хорошо убираются. Это не мульчированная у меня. Я ее мульчировать буду. У нас очень много есть. Даже вот, знаете, не сено, а такая труха. У нас она лежит. Ну, там в загоне укос на полу. Они ее там ногами всяко разные. И она там прям хорошая. Ну, хорошая, мне кажется, для подсыпки, для... Как называется-то? Господи. Ну, вот это вы поняли мне, да? Вот. Ля-ля-ля. Для мульчи. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вспомнила. Если еще... Могу еще, если еще к теплой стенке прислонить. Или как там говорят. И не знаю. Ну, в общем, сижу, получаю удовольствие. Утки. Обнаглели. Не несутся. У меня лежат 10 яиц. Уже тухнут, наверное. Я хотела подложить. Ну, заложу сегодня в инкубатор. Прям сегодня, клянусь, прям сейчас пойду заложу. Прям вот доделаю грядку и пойду сегодня заложу. Потому что, по-моему, не дождаться. Хотела подложить. Сядет. А, что-то они. Перерыв у них на обед. Говорю. Так что, кто хочет солнечную полянку, вот эти все розеточки маленькие ваши, приезжайте. Никуда не отправляю. Никуда ничего. Приезжайте, договаривайтесь со мной. Пишите ВКонтакте. Подожду. Вот у меня еще есть. Видите, там дальше. Это даренка. Тоже хорошие розеточки. Смотрите, тоже много хорошего. Поросли наросло. Я тоже ее отделю. Даренка достойная ягода. Сладкая. Урожайная. Очень транспортабельная. Солнечная полянка поменьше, мне кажется, хранится, чем даренка. Даренка не очень крупная. Но она, видите, как она... Мне для торговли не надо сильно крупная, чтобы в стакан там одна ягода влазила. Поэтому даренка очень достойная ягода, и я ей дорожу. Это тоже местная селекция. Солнечная полянка тоже местная селекция. Зимует хорошо. Вы видите, сами перезимовала, все хорошо. Да, лоусы. Усы все перезимовали. Но все отлично, я считаю. Помните, когда была сказка про молочные реки или про молочный краник? Это вот про это, про чудо чудесное. Ага. Ну, смотри, река молочная из козьего молока. Это что же? Это же прелесть. Да и вообще-то, ну... Давайте-ка я вам не упрямьтесь. Это, конечно, ну, какие-то деньги стоят, но не те деньги, из-за которых, вы знаете, стоит себе отказывать в таком удовольствии, что просто молоко само бежит, понимаете? Не надо доить. Ссылочку вам отправлю. Купите себе. Вот у меня, слышите, дрык-дрык, ну, с этим, с пульсатором. Это называется пульсатор, когда просто, без пульсатора, тогда просто тянет вакуумом. А? Это таймер. Ставите, да, две секунды, вот у меня сейчас полторы. Полторы. Полторы секунды тянет, полторы секунды отдыхает. И, получается, так пульсирует, как будто имитирует ручную дойку. Ну, класс, просто. Да, любое, хоть 10 секунд и 10. Ну, я думаю, что привыкли козы, ну, или к там коровы, как обычно, как руками вы доите, вы так его и настраиваете. Ну, вот практически все. Итевыми практически уже у меня пустое. Дает она сейчас немного, полтора литра, может уже к двум, наверное, скоро приблизиться. Потому что увеличивается, потому что на траве же все-таки немного. Обычно она... И даю я ее один раз в день. Обычно она у меня после охоты дает многое. От 4 до 5 литров. Вот она, видите, вот ножка, и все, ей уже не нравится. Надо убирать. Вот так вот у меня моется. Здесь водичка с содой. Видите, туда бежит. Вот эти вот, которые не промываются, ну, как бы основательно, которые снимаются, и вот где-то может быть застрять молоко. Где-то раз в неделю можно снять и щеточкой. Вот. У меня вода в сарае, поэтому мне мыть ее. Я мою просто холодной водой. В одну выдерку наливаю сод. В одну выдерку сода в это чистая вода. Все, вот это все бежит. Потом я снимаю вот эту крышку, ополаскиваю в этом ведерке. Ну, естественно, а в там ведре уже чистая вода, я тоже ополаскиваю и все. В общем-то, это для этого нужно просто... Кран с водой был, чтобы рядом. Когда Вадим мне сделает раковину, я просто буду уже даже в раковину ставить, и все. И это сливать в раковину. На улицу не надо выносить. Вот так вот все. Вот молочко наше. Я его перелила уже. Вот так вот. Включилось молочка. Полтора литра. Скучно тебе одному. Ты хочешь поиграться с кем-нибудь. Да, он хочет поиграться. Ой, ой. Ту-мышку приволокет. Куда дел? Она где-то под тобой. Она за мной накрыла ее. Ты сильно не... Это не ее. Ты что, там хвост, что ли? Нет, это просто мусор. Ну, что ты? Лег на нее, главное. Не пускает. Подружку себе нашел. Да, тебе бы какого-нибудь еще котика, цыпленка бы тебе поиграться. Вот, как протрешь телефон, так сразу ярко все видно. Хвост она тебе уже откинула. Да, Люлик? Лапой держит ее, смотри. Не пускает никуда. Подпридавил маленько. Давай на улицу выпустим, Люлик. Нет, говорит. Нет, не хочет отпускать. Сейчас она убежит у тебя. Нет, она тоже уже привыкла к нему, смотри. Никуда не ходит. Он же ее не ест. Он играет с ней. Он с ней играет. Эть, эть, эть. Ну, где она? Ну, где она? Вот она. Вот она. Он ее не ест, он ее просто играет с ней. Нашел себе подружку. И нам не надо в доме такая подружка. Понял? Сейчас как чистит, сейчас как чистит. Ай-яй-яй. Нам не надо в доме. Я испугаюсь ее. Люлик, я ее испугаюсь. Смотрит так печально. Пусть идет на улицу, ладно? Пусть идет, уходит на улицу. Пошла, 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 пошла. Все, отнесли мы их на улицу. Пусть они тут играют. Где она? Вот она, вот она, твоя подружка. Вот она. Ну, все, играйте тут. Пошла, сходила я в теплицу. Вот смотрите. Во-первых, конечно, не вся капуста сходит, потому что не все семена всхожие. Вот. Вот эта капуста всходит, июньская, смотрите. Всходит. Дальше вам хочу сказать, что капуста... Я однажды сажала 20 мая в землю семенами. И она у меня наросла прекрасно. У меня есть даже видео такое. Вот, ну, говорю, если найду, а искать даже никогда. Так что капуста вырастет, не переживайте. Я не хотела сажать капусту, конечно, но теперь посажу, потому что капуста очень дорогая и нормальная. Мне хватит, нарастет. По поводу астр. По поводу астр хочу сказать, что взошли только вот эти. Я вам показывала уже. Больше ничего не вижу. Специально не полола. Думала, что-нибудь такое хорошее вырву. Не стало. И по поводу астр, тогда я вам сейчас покажу, расскажу про семена. Вот одна все взошла. И какая взошла, покажу. Ну вот, взошла только вот эта астра. Она до 24-го года. Вот эта вот фиолетовая астра до 21-го года не взошла. Вот эта и эта до 22-го года. Это до 18-го года. У этой срезана. Я не могла найти, до какого года срок годности. Ну вот так вот. До 24-го года самая свежая астра, она единственная взошла. А больше ничего. Вот здесь вот, где срезана, там, смотрите, было количество 85 штук. Видите? И... Нет, я вижу. До 18-го года тоже. Ну вот, прилижали у меня так долго семена. Вот так вот. Ну вот, я до 22-го года не взошла. Сразу хочу вам сказать, что это и видео прошлого года. Мне попросили рассказать, как выбрать жимолость, чтобы она была сладкая, там крупная, все. Я долго думала, как же рассказать про это. Во-первых, сейчас, конечно, только она цветет, но дождаться, когда будут ягоды, потом вам поздно будет покупать. А покупать нужно как раз сейчас. Самое время покупать. Поэтому я ничего не нашла лучше, как просто вам сказать. Вот смотрите характеристики. Сладкая, чуть-чуть кислая, без горечи, смотрите. Крупная, какая форма, какая-что. И очень важно, купите, пожалуйста, с закрытой корневой системой и как можно больше горшок, и как можно больше возраст, чтобы ей было. Может быть, ей года три уже будет, уже у вас ягоды. Это очень-очень важно. Чем быстрее будут у вас ягоды, тем лучше, чем больше удовольствия вы получите, больше для здоровья. Поэтому вот насчет сорта не могу ничего сказать. Сейчас столько много сортов. Поэтому просто ищите кисло-сладкая, без горечи. И потом, как вам нравится, чтобы она висела долго или чтобы она осыпалась. Все по-разному любят. Любят, чтобы тряхануть и чтобы она посыпалась. И чтобы что-то подстелить. Тогда легче собирать. Если вы любите, чтобы она долго-долго висела и потом ее рвать. Но не бывает жимолости такой, чтобы, знаете, ее как облепиху рвешь и давиться. Такой не бывает. Вот я не видела такой жимолости. Она вся достаточно легко обрывается. Поэтому я искала, которая не осыпается. Потому что я такой занятый человек, что у меня надо, чтобы она повисела подольше, поспела подольше. Но, с другой стороны, висит долго, значит, могут птицы склевать. Тоже, в общем, сами смотрите, выбирайте, как вам удобно. Просто по характеристикам сорта. И сейчас самое время. Идите, покупайте жимолость с закрытой корневой системой. И чтобы деревца было побольше, постарше. Хочу вам показать, что они купаются. просто в солнечных ваннах. Я не знаю, я принесла залу. Может быть, я это зря все делаю. Им не надо никакую залу. Ну, все-таки попробую немножечко. Может быть, им понравится. Водичку не беру, чтобы она... Опа! Налила воды. Ё-по-ё! Разлила вам, простите, водичку. Так, давайте вот так вот, чуть-чуть с краешку вам. что вам понравилось. Окупаться. Ну, ничего, не бойтесь. Вот где была водичка, куда же поставлю, чтобы вы там в лужу в это не ходили. все равно это все как бы... Ну что, ну что, ну, ну, ну что? Паникуйте опять. Давайте. Ну, все. Вот взял, взял. Иди оттуда. Ну так не делается, жая. Ну, ё-моё. Поросята. Вот поросята. Они цыплята. Все, чистенько. Найти. Пейте. Все. Еще на часок и все. А то мне уже надоело с вами возиться. Может быть, и пыскупаются немножко. Не хочу эту пленку закрывать. Вот так сделаю просто. Вот я решеточку сюда ставлю еще одну. Гулять, 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 гулять. Гулять. Пиквочку в кусочек бросила им. Не бойтесь, я хотела вас просто показать, какие вы у меня уже большие. Вот они. Ну что, гулены. Нагулялись? Сегодня один ходил по крыльцу. Вон там вот. И Лелик сидел рядышком. А потому что у нас есть дырочки вот эти вот, в которые вам еще рано вылазить. Сейчас они только накинутся на еду. Вообще, они гуляли полдня. Полдня не ели, получается. Вот в это гнездо окошко все время не попадает никто. Ну-ка, давай вот в это окошко упирается. Ты в чем упираешься? Ешь давай. Не хочет. Ну ладно. Приятного аппетита! Устали. Устали. Нагулялись. Вот. Спичбай. Нагулялись. Пора. Продолжение следует...